Максимальные импульсные магнитные поля, достигаемые на магнетарии, в ответственности его поверхности, какие они у нас? Откуда берется поле магнитарии? Вообще говоря, нейтронная звезда образуется в результате зрела сверхновой типа 2. Каким образом происходит срыв, это неизвестно. Современные теоретические магниты зачастую не позволяют описать взрыв, если не включать магнитное поле. То есть нужно довольно большое магнитное давление, которое может вызвать разброс вещества в родители сверхновой типа 2. Если мы знаем, какая энергия впрыскивается в пальто или в оболочку прародителя, то есть сверхтяжелой звезды, которая приводит к взрыву сверхнового типа 2. Это примерно 10-51. И мы можем оценить поле, которое должно вызывать подобный взрыв. И это поле, соответственно, будет где-то порядка десятка терротезов. То есть 10-17 гаусс. Теперь часть этого поля в момент взрыва уходит на то, чтобы генерировать ударную волну, а часть поля, естественно, может остаться в горе. Мы можем опять-таки оценить, сколько примерно магнитаров мы можем иметь при взрыве сверхновой звезды. Это будет примерно на 10%. То есть изначальное поле, которое будет в горе, это будет примерно несколько терротезов. То есть примерно 10-16 гаусс. На нейтронизацию вещества? Вообще говоря, да. То есть речь идет о бета-стабильности. Естественно, поскольку, так сказать, здесь тоже в игре участвуют электроны, когда мы описываем бета-стабильность и полная материя должна быть нейтральной, соответственно, то это влияние может присутствовать. Но сегодня это связано опять-таки с сравнением состояния ядерного вещества, присутствием магнитного поля. Этот вопрос пока еще недостаточно изучен. Но влияние должно быть. Спасибо. Так, еще есть вопросы? Замечания? Замечания? Замечания. Замечания.